Это автороклассники одной из иркутских школ. Сегодня они записали видеообращение к нашему известному земляку, космонавту Анатолию Иванишину. Он отправляется в свое очередное путешествие за пределы Земли уже 9 апреля. И как только об этом стало известно, школьники оформили все свои пожелания и поздравления вот в такую вот форму. Еще и рисунки нарисовали. Обязательно передадут все это через жену космонавта. Ну что ж, пожелаем успехов и удачи как авторам поздравлений, так и их адресату. И приступим к новостям. Через секунду начинаем. Более 9 миллионов рублей. Именно такую сумму в Иркутской области направят на противопаводковые мероприятия. В перечень необходимых мер включены проведение гидрологических обследований и взрывных работ. Ведется подготовка воздушных судов для возможной эвакуации населения. Уже готовы к развертыванию 84 пункта временного размещения, вместимостью более 20 тысяч человек. К теме чрезвычайных ситуаций сегодня еще обязательно вернемся. Но не только о них пойдет речь в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Прямо сейчас короткий анонс со основных тем выпуска. В Прибайкале стартовала подготовка к противопожарному сезону. В связи с этим в областной центр приехал министр ЧАЭС России Евгений Зиничев. Через минуту сообщим, что будут делать, чтобы избежать лесной катастрофы в Иркутской области. В Иркутской области началась масленичная неделя. Главная традиция торжества – сжигание чучела. И Данил Сюдов сегодня разбирался, могут ли жители региона самостоятельно провести ритуал в праздничные дни. В праздничные выходные под градусом в Иркутской области более 200 водителей не смогли отказаться от алкоголя перед тем, как сесть за руль. К чему все это привело, узнаете через несколько минут. В традиционной рубрике «Повесточки» узнаете о том, как прошло открытие фестиваля «Живи на Байкале». А также расскажу, где и когда вы можете окунуться в мир авторской песни. И теперь о событиях дня подробнее. Дурная слава Иркутской области в связи с лесными пожарами стала поводом для особого контроля со стороны федерального центра. Сегодня в регион прибыл глава МЧС России. Цель визита – проконтролировать, все ли необходимое делается, чтобы не повторить прошлогоднего огненного сезона, когда сгорело около 700 тысяч гектаров тайги. Сейчас мы, конечно, не горим, но все может измениться уже в апреле. Именно в это время, по прогнозам, огонь с высокой долей вероятности начнет атаковать лес. Задача номер один – минимизировать эти атаки. То есть, по максимуму устранить причины, которые приводят к лесным возгораниям. В 99% случаев это банальное нарушение правил пожарной безопасности. К тому же, по словам главы МЧС, в прошлом году муниципалитеты сообщали не своевременную, а порой даже недостоверную информацию о состоянии дел в своих районах. В свою очередь, наблюдатели из Совета по правам человека при президенте России заявляли, что Министерство лесного комплекса региона вообще не отражало реальную картину пожаров в официальных отчетах. Необходимо начать проверку готовности сформированной группировки, организовать проверки населенных пунктов, садоводческих товарищей, а также граничных с лесом объектов экономики и социальной инфраструктуры. Оперативно доводить информацию о выявленных в рамках космического мониторинга термоточках до муниципальных образований. Совершенно очевидно, что мы остановить стихию, например, тот же паводок, пока мы не в силах. Но сделать все необходимое для того, чтобы не допустить человеческих жертв, не допустить большого ущерба, мы просто обязаны. Лучше готовиться заставляет и тот факт, что муниципалитеты Иркутской области в прошлом году получили свыше трех тысяч протоколов о нарушении пожарной безопасности. Чаще всего в населенных пунктах не соблюдали правила отжига травы и мусора. Также неоднократно сами жители региона нарушали требования в лесах, оставляли костры, в результате чего треть всех населенных пунктов Иркутской области подвергалась угрозам от огня. Сейчас специалисты проверяют состояние техники и наличие источников водоснабжения, минерализованных полос. Кроме того, в регионе начинаются плановые отжиги травы. Жечь, правда, лишь чучело планируют жители Иркутской области. В регионе стартовала масленичная неделя. Она, как известно, традиционно завершается огненным ритуалом. Можно ли его проводить не на спецплощадках, а, скажем, на дачном участке? Это сегодня выяснял Даниил Седов. Эти ростовые куклы ручной работы уже в конце недели сгорят. Все потому что они масленичные чучела. Их, собственно, ручно мастерит Иркутянин Анатолий Владимирович. Мужчина занимается продажей языческого символа уже второй год. Средняя стоимость одной куклы – тысяча рублей. Немного, если учесть, что это авторская работа. Ткань она с Иванова. Доча была у Иванова, да, купила там и наказали. Все там, бумага, сено, солома. В голове пакли, чтобы форму-то придать. Вот. Сам рисую. Все для того, чтобы люди смогли купить чучело и провести обряд встречи весны. Однако возникает резонный вопрос. Можно ли сжигать символ масленицы самостоятельно? Например, на даче. Законом это не запрещено, ведь по сути данный ритуал квалифицируется как разведение костра, а значит разрешен. Тем более, что в Иркутской области пока еще не введен особый противопожарный режим, однако определенные правила соблюдать все-таки необходимо. У нас существует правило противопожарного режима в Российской Федерации, которые определяют, скажем так, запрет на разведение костров в определенных случаях. То есть это и в противопожарных разрывах не допускается, разведение костров, и на расстоянии менее 50 метров от здания. Намного серьезнее к встрече весны подходят организаторы сразу семи иркутских площадок, где будут жечь чучело на масленицу. Там куклы в размерах значительно больше, а это значит, что место под костер будет ограждено от зрителей. А на самом празднике будут дежурить пожарные бригады. Все эти площадки будут исследованы отделом надзорной деятельности, который проверит площадки, что они соответствуют всем требованиям. Кроме того, отделом надзорной деятельности по городу Иркутску проведет инструктаж с теми людьми, кто, собственно, будет осуществлять этот процесс. Отдельный инструктаж уже провели и с владельцами торговых точек Иркутска, ведь 1 марта в местах массовых гуляний будет ограничен не только доступ к огню, но и к алкоголю. Все это делается для того, чтобы встреча очередной весны не оставила ожогов ни на теле, ни на душе. Данил Сюдов, Виктор Черкашин, Андрей Назаров. Новости по будням. Масленицу еще лишь предстоит отметить. А вот минувший праздник защитников Отечества для некоторых закончился плачевно. Речь об автомобилистах региона. Один водитель так хорошо отпраздновал 23 февраля, что по дороге из Иркутска в поселок Марково не справился с управлением и вылетел навстречу. Прямиком в грузовик. В результате столкновения травму получил лишь предполагаемый виновник ДТП. Кстати, от медосвидетельствования на месте происшествия водитель отказался и стал далеко не единственным, кто рискнул сесть за руль под градусом в минувшие выходные. В ходе планового рейда в Иркутской области сотрудники полиции выявили около 200 нетрезвых водителей. Из них более 60 были обнаружены в одном лишь Иркутске. Всем выписали штраф. Еще 16 автомобилистов отправились в дорогу в нетрезвом виде повторно. В отношении них возбудили уголовные дела. За вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии предусмотрена ответственность в виде административного штрафа размером 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами сроком от полутора до двух лет. Далеко не всегда езда под шофе может закончиться штрафом и лишением прав. Подтверждением того долго искать не нужно. Мы решили напомнить зрителям о самых резонансных авариях с участием пьяных водителей в Иркутской области. Все внимание на экран. Продолжение следует... После таких резонансных историй всегда хочется справедливого наказания для виновных. Сегодня мы предложили горожанам поразмышлять, насколько стоило бы ужесточить санкции к нетрезвым водителям. Мнение прохожих в нашем традиционном опросе. Пожизненно лишить прав. Ну это же страшно, сколько гибнет людей. Это ужасно. Конечно. Лишите, пусть сидит дома, работает. Пользу приносит где-нибудь. Дороги чистит. Если его просто поймали пьяным, то, наверное, все-таки нужно лишить прав. В церковь лучше бы все ходили. Заповеди соблюдали Божие. Вот это. Тогда и пьянки ничего не будет. Я думаю, пожизненно лишить прав. Ну, штраф большой сделать. И лишение прав на несколько лет, года на три. Сегодня мнение горожан разделилось. Тем не менее, большинство респондентов считают, что пьяных водителей нужно пожизненно лишать водительских прав. Чуть меньше горожан выступает за повышение штрафа. Лично я считаю, что нужно вести тюремное наказание. Ольга Харнутова, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Настоящим испытанием для многих жителей региона стал путь в Листвянку в минувшие праздники. Люди были вынуждены стоять в многокилометровых пробках по пути в поселок. Один из тех, кто стал участником затора, в Рио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона после этого даже заявил о том, что на Байкальском тракте необходимо пересмотреть концепцию дорожного движения. Пересматривает свое отношение к требованиям пожарной безопасности руководства Иркутского цирка. Сейчас эксплуатация здания запрещена по решению суда. Все представления там отменены с 22 февраля. На данный момент администрация цирка занимается сбором всех документов по устранению выявленных в ходе проверки нарушений. В ближайшее время судебные приставы вместе со специалистами пожарного надзора вновь проверят здание, двери которого будут закрыты минимум до 27 февраля. К слову, выступать в цирке уже некому. Труппа, которая приехала в Иркутск, с гастролями не стала дожидаться решения проблемы и уехала во Владивосток. Несмотря на то, что в областной столице артисты должны были выступать до 1 марта. Небезопасным может оказаться привычное и приятное дело употребление блинов. В преддверии масленичной недели региональный Роспотребнадзор выпустил специальные рекомендации для всех любителей этого традиционного блюда. В частности, людей предупреждают, что прежде чем приступить к приготовлению блинов, нужно изучить сроки годности расходных материалов. Особенно важно это для молока. Тем же, кто предпочитает покупать мучные изделия готовыми в магазинах или уличных павильонах, важно обратить внимание на целостность упаковки и соблюдение продавцом правил гигиены. А вот в следующем материале расскажем, в какую сумму обойдутся блины в этом году жителям Иркутской области. Какая масленица без блинов? Вот только в этом году традиционное блюдо обойдется жителям Прибайкалья дороже, чем в 2019-м. Стоимость средней порции выросла почти на 5 рублей. Расчеты произвели специалисты Иркутскстата. Они выяснили, что на цену готового блюда повлияло подорожание муки и молока. Вместе с тем, за год подешевели сахар, яйца и подсолнечное масло. Но на итоговой стоимости это не сильно отразилось. Отдельная строка расходов на масленичной неделе – начинка для блинчиков. Согласно результатам исследований крупного сервиса доставки еды, большинство россиян предпочитают дополнять мучное изделие с гущенкой и мясом. Также популярны варенье, джем, сметана и творог. Экспериментировать можно всю неделю. 23% опрошенных жителей страны так и намерены поступить. Собираются есть блины каждый день. Подавляющее большинство респондентов хотят приготовить традиционное блюдо хотя бы несколько раз. Павел Желудев, Алена Полоненко. Новости по будням. Тему традиций продолжим сразу после новостей спорта. Например, расскажем, что же заставило собраться 5000 жителей региона на льду Байкала. А также вас ждут новые подробности кругосветного путешествия от Евгения Шоева, который сегодня предлагает поговорить о мечтах. Усилий 12 иркутских хоккеисток не хватило для победы сборной России на чемпионате мира по бенди. На межконтинентальном первенстве национальная команда дошла до финала турнира, где встретилась со шведками. Скандинавские спортсменки с первых минут завладели преимуществом и открыли счет в самом дебюте поединка. Наши девушки пытались не отставать от соперниц, но тщетно 1-3 сборной России досталось серебро. Сразу 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве России по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 100 юношей от 14 до 17 лет. В общекомандном зачете сборная при Байкале заняла второе место. Теперь у наших ребят впереди выступление в Краснодаре на первенстве России. Очередная выездная игра чемпионата России по бенде для «Байкал Энергия» обернулась провалом. На этот раз белосиние встречались в Кирове с местной родиной. К 38-й минуте матча наши хоккеисты вели в счете 2-4, но довести дело до победы им так и не удалось. Во втором тайме хозяева льда перевернули ход игры и смогли одержать волевую победу 5-4. Байкал Энергия терпит поражение и остается на шестой строчке в турнирной таблице. Данил Седов, новости по будням. В турнирной таблице оказалось более 500 человек со всей страны. В Ангарске прошел традиционный лыжный марафон БАМ. В этом году из-за дефицита снега в центральной части России многие аналогичные соревнования были отменены. Но только не в Прибайкале. Причем в этом году на БАМе были опробованы технические новшества. Каждому участнику на ногу прикреплялся чип, который фиксировал точное время прохождения трассы. Ну а о других не менее интересных новостях со всего света расскажем в традиционной рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! У многих из нас есть традиции, которые мы всячески стараемся соблюдать. Например, кто-то с друзьями ходит в баню каждое последнее воскресенье месяца. А другие не представляют себе семейный праздничный стол без определенных блюд. О традициях сегодня поговорим и мы. Так уж сложилось, что каждую весну Иркутск становится центром притяжения ценителей музыки. Вот и этот март нам снова подарит фестиваль «Байкал Лайф». В областную столицу приедут музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга. Наши земляки тоже представят себя во всей красе. Зрителей ждет обширная программа. Кроме выступлений артистов, пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, танцам и вокалу. А также можно будет научиться играть на этнических барабанах. Завершит фестиваль концерт авторской песни. Авторы фестиваля «Живи на Байкале» не прогадали, когда решили его сделать традиционным. В этом году он собрал более 5000 человек. Этот праздник творчества и развлечений стал уже шестой. По счету торжественное открытие состоялось в Листьянке. Там создали к фестивалю «Самый большой в мире природный каток». Для любителей музыки работала концертная зона, а для ценителей визуального искусства – выставка скульптуры за льда и дерево. В общем, на фестивале каждый мог найти занятие по душе. Играли от души. И, возможно, именно это помогло россиянам выиграть международный турнир по снежным боям. В основе соревнования – старинная зимняя народная игра в снежки. На этот раз уже традиционные веселые старты проходили в Армении. За главный приз боролись 8 команд по 5 человек. Участники должны были захватить флаг с противоположной стороны, поражая соперников снежками. На каждый матч давалось одинаковое количество снежков и всего-навсего 6 минут. И ни один год, и даже ни один век удается сохранить древнюю традицию в Казахстане. Речь об охоте с ловчими птицами. Но сейчас это превратилось в турнир. Беркуты, соколы и ястребы стали главными участниками соревнований. Птица должна выполнить команду – перелететь с возвышенности на руку хозяина. Судьи оценивали не только, насколько точно и быстро пернатые справляются с этой задачей, но и внешний вид птицы. Пусть хорошее настроение в конце рабочего дня станет для вас традиционным. Ну а мы постараемся этому поспособствовать. До встречи! Хорошее настроение и крепкое здоровье – вот главные требования к путешественникам. Особенно, когда объехать предстоит весь земной шар. Уже не первую неделю мы следим за победами и поражениями нашего коллеги Евгения Шуева, который поставил своей целью обогнуть планету. Сейчас он находится в Таиланде. И в очередном выпуске рубрики «Дневник путешественника» общается с местными жителями, узнает, о чем же мечтают люди за тысячи километров от России. Смотрим. Ребята, всем привет! Я решил ехать по Таиланду автостопом по двум причинам. Первая, ну, конечно, сэкономить деньги. А вторая – это посмотреть, как живут настоящие тайцы. И еще я решил, что всем своим попутчикам буду задавать один вопрос. А о чем ты мечтаешь? Ну, наверное, довольно лирики. Я вышел на дорогу и простоял всего минут 5-7. И первый же дальнобойщик, который проезжал, подобрал меня. И мы поехали с ним 200 километров. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. К сожалению, я не запомнил, как зовут этого водителя. Он обычный работяга, ему 50 с чем-то лет. Жалуются лишь на то, что бензин в Таиланде очень дорогой, около 65 рублей за литр. Но мечтает он о новой машине, потому что его пепелац в гору совершенно не тянет. Hello! Приехали на шиномонтажку. А здесь шиномонтажники. Один на коляске, а вторая без руки. И мы сейчас будем менять колесо. Я не знаю как. Но, слава богу, с водилой у меня все хорошо. Его зовут Голф, а ее имя я почему-то не узнал. Он инвалид с детства, а она потеряла руку, когда работала на швейной фабрике. Пособия им не хватает. И вот они таким образом зарабатывают себе на жизнь. Замена одного колеса на огромной фуре стоит 240 рублей плюс-минус. И занимает у этих колоссальных людей 10 минут. Всего 10 минут. Она подвозит инструменты, а он, сидя на инвалидной коляске или спускаясь на землю, меняет колесо. Я долго думал, задавать ли Голфу вопрос, о чем ты мечтаешь, и все-таки задал. На что он ответил, что очень хочет путешествовать, но пока в свои 35 ничего, кроме родной деревни, к сожалению, не видел. Пока-пока. Друган уехал, а я остался. Остался в городе, который я даже не знаю, как называется. Где я, я вообще не представляю. Но самое главное, что, что все хорошо, жив-здоров, сейчас буду искать, где ночевать. И искать ночлег долго мне не пришлось. Я прошел метров, ну, 70-100, наверное, и встретил ребят, которые сидели и, как знаете, в обычном русском дворе играли на гитаре. И я, естественно, к ним присоединился. В общем, познакомился с ребятами, сидим, играем на гитаре, они меня покормили. Все, просто круто. Вот такие ребята. Вот этого парня зовут Верапан, и он, ну, начинающий тайский блогер. У него на ютубе уже почти 3000 подписчиков, он снимает абсолютно все. И, кстати, именно он тем вечером пустил меня переночевать в свою квартиру. И это, знаете, такая очень-очень тайская квартира. Вот такая комната, и вот здесь мое место. Я сегодня буду спать, как белый человек. Канал на ютубе для Верапана хобби, ну, или окно в мир. На самом деле он работает администратором в магазине, и там же готовит еду для посетителей. Ну, и, естественно, он приготовил завтрак для меня. Крайне странное блюдо предлагает мне мой друг. Это арбуз. Его берут кусок ложкой, еще туда закидывают риса. Арбуз с рисом. Ну, попробуем. Это холодный рис с арбузовым соком. Во время завтрака с помощью переводчика на телефоне Верапан постоянно спрашивал, сколько в среднем зарабатывают люди в России. Я говорю, ну, где-то 25-30 тысяч рублей. Он сказал, что это огромные деньги. Я спросил, сколько зарабатываете вы. Он мне, к сожалению, так и не ответил. Зато охотно рассказал о своих проблемах. И эти проблемы точно такие же, как в России. Кредиты, ипотека, алименты, долги. В общем, все как у нас. Единственной отдушиной для него является ютуб-канал, ну, и, конечно же, религия. Для тайцев религия – это самое главное. Кстати, вот в этот храм мы приехали в воскресенье. Служба уже закончилась, но народу было очень много. А все потому, что этот день совпал с днем проведения тайской лотереи. И главный приз в ней – 12 миллионов рублей. И люди специально приходят в этот храм. Здесь негде вообще припарковаться для того, чтобы помолиться и попросить победы. Ну, попросить победы. Один лотерейный билет стоит около 160 рублей. Я хотел его купить, но Верапан мне подарил билетик. Я долго отказывался. Говорю, ну, наверное, для вас это дорого. Он говорит, нет, нет, ты гость, это тебе подарок. И себе он, кстати, тоже лотерейный билет купил. Я, кстати, тогда его и спросил, о чем ты мечтаешь. Он, недолго думая, сказал, что мечтает выиграть в лотерею 12 миллионов рублей, отдать долги и купить оборудование для своего ютуб-канала. В общем, вот так выглядит лотерейный билет. Мои счастливые цифры 519798. Будем ждать розыгрыша, который состоится сегодня. Уж не знаю, выиграл я или нет. Надо проверить, только я не знаю, как это сделать. Ну и попрощались с Верапаном. Я вновь вышел на дорогу, где меня подобрал 20-летний парень, который ездит на дорогущем форде-пикапе, который ему купили родители. Он уже женат, а на вопрос, о чем ты мечтаешь, ответил очень просто. Он хочет съездить в Англию и побывать на игре своей любимой команды Ливерпуль. Следующим моим водителем был крайне крутой чувак, который ехал в один город, но узнал, что мне надо в Чингмай. И говорит, а, да, окей, я тебя отвезу. А это крюк, ну, километров, наверное, 120 где-то, представляете? Мы с ним очень долго разговаривали и буквально через 50-70 километров настолько подружились, что он сказал, я угощу тебя самым вкусным кофе в Таиланде. Мы приехали в кафешку, которая находится, блин, в джунглях. Вы только посмотрите, это джунгли. Джунгли, ё-моё, я первый раз в джунглях. Именно в этом кафе он рассказал мне о своей мечте. У него так и не получилось пока создать семью. Он хочет жену, детей и свой небольшой домик и обязательно сад возле этого домика. Вот за эти несколько дней я понял, что жители разных стран очень похожи на жителей России. У нас одни и те же проблемы, а самое главное, что у нас одни и те же мечты. Евгений Шоев специально для программы «Новости по будням». Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Всё-таки современные технологии делают этот мир намного доступнее. Вот как бы мы раньше узнали, о чём мечтают тайские водители. А сейчас знаем. Никак бы не узнали. Лучше не искай, а шла.